Итак, еще раз добрый день, уважаемые слушатели Финам ФМ. Теперь время бизнес-класса. Продолжается наш двухчасовой бизнес-канал. Поговорили мы о том, что происходит на финансовых рынках. В какой-то степени даже успокоились. Ну, по крайней мере, мои гости успокоили и меня, и нас с вами. И сейчас время поговорить о бизнесе, о его представителях. Точнее, встретиться, поговорить с его представителем. Послушать о насущных проблемах или, наоборот, о насущных удачах. Кстати, мы сегодня... Ну, давайте сразу я озвучу. Тема сегодняшняя авиационный бизнес. Авиационный бизнес в летний сезон. Параллельно, наверное, стоит отметить, что сейчас во Франции замечательное мероприятие. И наши там всех рвут, что называется. Что, само собой, нам, естественно, приятно. Но говорить мы будем немножко о другом. Еще раз повторю, авиационный бизнес в летний сезон. Вот летний сезон мы подчеркнули в названии нашей темы. И, так сказать, будем, наверное, ориентироваться на специфику, да, Этого самого бизнеса именно в сезон отпусков. Ну что ж, и мой гость в студии, я представляю, это Алексей Иванов, Директор российского представительства Авиасолюшенс Групп. Добрый день, Алексей. Здравствуйте, Олег. Так, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон в студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Тем более, опять-таки, повторюсь, да, учитывая, что говорим мы о этом, тема эта в летний сезон, сезон отпусков, наверняка, многих из нас с вами. Меня тут как минимум точно интересует, да, как же все это дело живет именно летом. Алексей, первый вопрос. Первый вопрос, если можно, чуть-чуть поподробнее, непосредственно о компании Авиасолюшенс Групп. Чем она занимается, да, как давно она на рынке, в общем, основные услуги, какие мы сегодня будем обсуждать. Компания Авиасолюшенс Групп представлена на рынке уже более 15 лет. Базируется, основной офис компании находится в Вильнюсе, в Литве. Выросла компания из бывших литовских авиалиний и занимается предоставлением практически всего спектра услуг, которые необходимы авиаперевозчикам. Это и обучение пилотов, это и техническая поддержка, поставка запчастей, инженерные услуги, консультационные услуги. Дочерняя наша компания занимается лизингом самолетов, лизингом двигателей. То есть практически весь спектр услуг, которые только могут потребоваться авиакомпанией. Вплоть до наземного обслуживания в аэропортах, которыми мы занимаемся в Балтийском регионе и в Польше. В России, да, насколько много, насколько широко представлена компания в России? Я так понимаю, все-таки, почему в России оказалась компания или представительница здесь, и много ваших коллег в России, потому что это достаточно серьезный рынок? Это серьезный рынок, это большой рынок России и СНГ, существенная часть мирового авиационного рынка. Исторически сложилось так, что компания одна из первых на бывшем полусоветском пространстве начала заниматься обслуживанием самолетов Boeing, тогда самолетов 737-200, и до сих пор идет в одной из первых по обслуживанию самолетов, работает практически со всеми компаниями в России и в бывшем Советском Союзе, которые эксплуатируют западную технику. Самолеты Boeing, Airbus, Embraer, CRJ, Saab и прочее. Ну вот сразу у меня сердце немножко так защемило, с точки зрения человека-патриота своей страны. И вот в этом списке ни одного, пардон, близкого слуху российского названия не прозвучало. Почему? Ну, в принципе, я могу оговориться и поправиться. То есть старыми самолетами, произведенными в Советском Союзе и в 90-х годах компания, к сожалению, не занимается. Старые-то тушки, да? Тушки, илы, яки. Но мы сейчас идем семимильными шагами и вовсю вводим капабилити по... обсуждаем, прорабатываем введение капабилити по обслуживанию самолетов Superjet 100. На прошлой неделе господин Пагасянград был в моей студии, он рассказывал такие вещи, у меня просто вот... То есть мы поддерживаем, например, компанию Сухой в обслуживании самолетов Superjet 100 в Малайзии. Кстати, опять мы сейчас говорим с вами о бизнесе все же, да? И это не дань уважения российскому производителю, это не какие-то, я не знаю, те же самые патриотические, ура, патриотические настроения. Это бизнес-планы, да? То есть вы ориентируетесь не только на самолеты западных компаний, но и в том числе на отечественные, потому что они того достойны, правильно я понимаю? Это бизнес-план, у наших клиентов есть потребность в обслуживании этих самолетов. Собственно, весь бизнес компании строится к тому, что много-много лет мы идем как бы в след потребностям клиентов. Клиентам нужна эта услуга, мы ее вводим, реализуем, зарабатываем на этом деньги. То есть появляется самолет Superjet 100, необходима потребность его обслуживания, обучение персонала, поставки запчастей, мы начинаем заниматься этим. То есть мы уже сейчас плотно работаем с Сухим, имеем совместный склад запчастей в Малайзии и будем поддерживать авиакомпании в Лаосе, в Вьетнаме по поставке запчастей и в дальнейшем прорабатываем вопрос обслуживания этих самолетов в том регионе. То есть как принято говорить, рынок детует условия, правильно? Да, мы идем вслед за рынком. Ничего личного, только бизнес. Спрос рождает предложение. Совершенно верно, вот это правильный подход, я абсолютно с ним согласен. Ну что же, Алексей, давайте в таком случае начнем разговаривать о том, а что за специфика? Вот еще раз повторю, официальный бизнес в летний сезон, он какой-то другой в летний сезон, он иной? Ну, он в основном, он иной, отличие от зимнего. Пожалуй, основная причина это интенсивность эксплуатации воздушных судов. То есть страна у нас большая, расположена в не очень благоприятных географических регионах, очень много людей летит в отпуск, увеличивается целые сектора бизнеса, расцветают летом и зимой, практически схлопываются. То есть мы приходим к тому, что у многих авиакомпаний налет на воздушные суда практически в два раза больше в летний период, по сравнению с налетом в зимний период. А летний период какими месяцами ограничивается? Ну, пожалуй, с мая по сентябрь. То есть официально считается это весенний-летний период, с мая по сентябрь, ну или, скажем так, с середины апреля по начало октября. Ну, я предположу, что вы знаете уже, да, вот грядет летний сезон, сезон отпусков, ну и дальше все, что вы уже перечислили, вы ждете, наверное, какая-то серьезная подготовка к нему происходит. Вот как она выглядит? То есть, ну, любая уважающая себя авиакомпания, она готовится к весенне-летнему периоду, к летнему сезону. То есть нужно максимальным образом подготовиться, потому что летом любая минута простоя самолета по любым причинам приносит колоссальные убытки авиакомпании. То есть все самолеты, они должны летать. То есть первым делом начинаются с того, что самолет, как технически сложная машина, то есть она проходит техническое обслуживание раз в определенный период времени. То есть если мы говорим, например, о СИ-чеках, то есть это раз в год, в полтора. Соответственно, авиакомпания старается максимальным образом обеспечить выполнение этих проверок и ремонтных работ на самолетах в зимний период. То есть все МРО-организации, это Maintenance Repair Overhaul, это английское, ремонтные предприятия, то есть загружены под завязку начиная с сентября и по май месяц, потому что все стараются провести техобслуживание самолетов зимой, за исключением, пожалуй, краткого промежутка рождественско-новогоднего, когда все опять летают, и вернуть все самолеты в строй к маю, чтобы май, июнь, июль, август, сентябрь они летали и потом опять уходили на плановый ремонт. То есть первое, самое, пожалуй, важное, это выполнение всего технического обслуживания, чтобы, не дай бог, не выпало. Потому что техническое обслуживание, три недели самолет стоит, то есть когда он стоит три недели зимой, это одно, а когда он стоит летом три недели в летний период, когда, как говорится, один день год кормит. Конечно, конечно, это деньги. То это колоссальные деньги, то есть один день простой самолет, то есть средний магистральный самолет, например, А320, может стоить от 20 до 40 тысяч долларов. Один день? Один день простой самолет может стоить авиакомпания. Кошмар, кошмар. Кстати, вы говорили о том, что вот в зимнее время, как раз когда готовится, я вспомнилась мне, готовь сани летом, да, в данном случае готовь самолет зимой. Ну да, готовь самолет зимой, выполни обслуживание зимой. То есть первое, это техническое обслуживание самолета, которое важно сделать. Второе, самолет, как бы, как любая сложная система, по закону Мерфи, она рано или поздно ломается. То есть самолет нужно... Исключительно по закону Мерфи. Ну, как бы, жизнь у нас такова, что какой бы совершенный самолет ни был, время от времени он ломается. Даже если новый, то есть по прошествии какого-то времени он все равно сломается. То есть самолету нужны запасные части, самолет это очень сложная система, и время от времени нужно что-то менять. Самое главное поддерживать его в нужном состоянии, заменять эти запчасти вовремя и самое главное иметь их в наличии. То есть опять же для авиакомпании крайне важно подготовиться к летнему сезону, то есть иметь максимально возможную техническую аптечку, если эта авиакомпания сама обеспечивает поставку запчастей. Либо иметь хорошее отношение с доверенными компаниями, которые поставляют запасные части, которые в течение буквально часов привезут эту запчасть к самолету, чтобы можно было ее максимально быстро устранить дефект. Либо нужно иметь отношение с провайдерами, предоставляющими услуги, так называемые Power by Zaur или Pool компонентов. То есть когда провайдер имеет склад запчастей где-то на базе, недалеко от базы авиакомпании, авиакомпания платит за эту ставку и получает из этого склада нужную запчасть, вместо того, чтобы инвестировать десятки миллионов долларов в данный склад компонентов. То есть так гораздо проще, гораздо выгоднее? Так гораздо проще, авиакомпания сосредотачивается на своем бизнесе, бизнес авиакомпании летать, бизнес технического провайдера, в том числе также вот наша организация, обеспечить авиакомпанию запчастями. То есть наш бизнес привезти запчасти и положить их возле самолета, чтобы авиакомпания в нужный момент взяла эту запчасть и поставила. Кстати, вот о нужном моменте, да, Алексей, очень интересно, на мой взгляд. Смотрите, нужный момент может возникнуть во время технического обслуживания. Ну понятно, да, вот приехали, посмотрели, ой, вот здесь надо что-то поменять, здесь надо что-то подкрутить, еще что-то. Ну это слава богу, если так. А если этот нужный момент вдруг непосредственно на взлетной полосе или в воздухе, не дай бог, такое бывает? Ну, в жизни происходит все, и в воздухе, и на взлетной полосе, перед выполнением взлета, естественно, то есть тоже все может случиться. Но, как бы, производители самолетов прописывают очень четкие регламенты, как проводить техническое обслуживание. То есть мы говорили с вами про тяжелое техническое обслуживание, которое проводится раз в год, в полтора, или там, например, дичейки, которые проводятся раз в 5-7 лет. А помимо этого? Помимо этого есть регулярное техническое обслуживание. У самолета есть так называемый pre-flight-чек, когда перед каждым полетом его обходят с техникой, просматривают определенные области самолета, которые статистически уже выявлены производителем этого самолета, что там может что-то случиться. Потом есть daily-чек, то есть раз в сутки или раз в 48 часов самолет обходит техникой, проводит более тщательный осмотр этого самолета. Есть weekly-чек, то есть раз в неделю еще более тщательный осмотр самолета. Там, соответственно, monthly-чек, ежемесячный осмотр. То есть они проводят либо раз в неделю, раз в месяц, либо раз в какое-то количество часов. Там, например, 100 часов полета, 400 часов полета. То есть и в зависимости от этого... Илёш, заговорились, очень интересно вы рассказываете. Сейчас мы прервемся, тем не менее, послушаем новости на Финам.фм, а потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем бизнес-класс на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Алексей Иванов, директор российского представительства Авиасолюшенс Групп. И тема нашего эфира – официальный бизнес в летний сезон. Еще раз я подчеркну, что именно специфика летнего сезона во многом определяет то, о чем сегодня рассказывает Алексей. Напомню, уважаемые слушатели, 651099,6, код Москвы495 – это телефон студии. И адрес компании Финам.фм. Присоединяйтесь, задавайте вопросы. Ну что ж, продолжим. Итак, судя по вашему рассказу, Леш, у меня такое впечатление, что вокруг самолета все время ходят и все время на него смотрят, все время его прощупывают, да, все время за ним следят. Как же тогда получается, что всякие неприятности случаются? Ну, вокруг самолета действительно все время ходит, большую часть времени, когда он проводит на земле, а самолет при правильной организации производства летает в день до 10-12 часов. Все остальное время, когда он на земле, вокруг него ходят техники, проводят осмотр этого самолета. Я прошу прощения, при правильной организации производства самолет летает 10-12 часов. А если организация неправильная? — Ну, если авиакомпания не в состоянии правильно продать, у неё самолёт будет летать меньше. — А, меньше? Не больше, а меньше. — Ну, больше 12-14 часов в день физически очень мало реально летать, потому что самолёт нужно обслуживать, заправлять, чистить, убирать, пассажиры должны зайти и выйти, то есть есть физические ограничения. То есть если авиакомпания всё это делает правильно, особенно лоукост авиакомпании, которые оптимизируют это просто до автоматизма, то есть у них самолёты летают с очень большой интенсивностью. — И мы говорили о том, что самолёт нужно правильно подготовить к летнему периоду, что нужно выполнить все ремонтные работы, что нужно обеспечить бесперебойное и правильное снабжение запчастями этого самолёта, чтобы если что-то случилось, потому что время от времени всё равно что-то ломается, чтобы можно было быстро устранить дефект и заменить запчасть. То есть у вас должен быть хороший, надёжный провайдер по выполнению так называемого линейного технического обслуживания, то есть он делится на базовое, которое делается в ангарах раз в определённый период, и линейное, которое постоянно. То, что я говорил, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, то есть должен быть надёжный провайдер, который знает, что делать с этим самолётом, имеет квалифицированный персонал, и имеет опыт и возможность вовремя выявить какие-то проблемы, чтобы предотвратить возникновение каких-то поломок и происшествий во время полёта самолёта. И, соответственно, как бы этот персонал нужно обучить, если это своя компания, свой персонал нужно обучить, подготовить, опять же, всё это нужно сделать зимой, чтобы летом, как говорится, все уже были в строю, либо найти надёжного провайдера, который сделает эту работу за авиакомпанию, опять же, как я говорил, бизнесовать компании и летать. Поэтому многие вот эти вот работы, которые необходимы по обслуживанию самолётов, отдаются на аутсорсинг, в том числе и обслуживание, линейное обслуживание самолётов отдаётся на аутсорсинг. То есть еще один момент важный для авиакомпании. Везде, куда она летает, у нее должны быть обеспечены договора на обслуживание самолета, на поставку запчастей. Я говорил до этого про базовую станцию, откуда она летает. Но то же самое должно быть и куда она летает. Если дома у себя на базе она может это делать сама, то куда она летает, это естественно будет сторонней организацией. Потому что ты не посадишь своих людей в любую точку земли аэропорт, куда авиакомпания летает. То есть нужно опять эти отношения с поставщиками выстроить и заключить договора, наладить все связи до момента того, как ты начнешь туда летать. Особенно до лета. То есть зимой, весной начать делать. Здесь бывают проблемы, вот эти отношения с поставщиками, все-таки все, наверное, будут упираться еще. Ну, проблемы, естественно, бывают. То есть это может быть небольшая авиакомпания, которая раз в неделю куда-нибудь летает на остров, где-нибудь в море, и она не позаботилась о том, чтобы заранее заключить договор с ремонтной организацией. Самолет у нее туда прилетел, он сломался. То есть все начинают бегать кругами, рвать на себе волосы и думать, что делать. То есть звонят в ремонтную организацию, они говорят, вы знаете, у нас сегодня суббота, у нас никого нет, нам надо заключить с вами договор. Ну, звоните в понедельник, мы подпишем договор, вы переведете предоплату. Во вторник мы починим ваш самолет, а на дворе суббота сидят разъяренные пассажиры. Ну, как бы в жизни все может произойти. Чтобы такого не случалось, это надо все сделать заранее. Готовь сани летом, как говорится. Ну, а в конечном итоге все системы обслуживания самолета, система снабжения его компонентами, все это влияет на безопасность полетов. То есть, в общем-то, от чего у нас зависит безопасность полетов? От исправности самолета, что самолет правильно летит и надежно функционирует от человеческого фактора, от пилотов, которые эксплуатируют этот самолет и от погодных условий в основном. Ну, давайте вот о человеческом факторе поговорим. То есть, если мы поговорим о человеческом факторе, то есть, как бы очень интересная такая ситуация складывается. То есть, в принципе, самолеменные самолеты, они буквально напичканы электроникой и становятся все более и более надежны. И, в общем-то, ходят на эту тему даже анекдоты. Я его еще несколько лет назад слышал. То есть, особенно связанные там с европейскими, американскими компаниями, у которых есть профсоюзы. И анекдот в том, что через некоторое время в самолете будет сидеть двое. Пилот и собака. Пилот нужен для того, что, во-первых, нельзя уволить, профсоюз не разрешает. А, во-вторых, пассажиры боятся летать без пилота. То есть, пока еще у нас люди боятся летать на автоматизированных самолетах. А собака нужна для того, чтобы пилот ничего не трогал. Потому что самолет настолько уже сложный и совершенный, что он, в принципе, летит сам. То есть, уже сейчас современные самолеты функционируют по принципу, что пилот залетает, летит 10 секунд, дальше включается автопилот. И все. И до 10 секунд до посадки летит автопилот. То есть, пилот все остальное время, он, скажем так, мониторит ситуацию и находится на взводе, чтобы взять управление самолетом на себя, если что-то случится. А летит автопилот, летит компьютер. Здорово. То есть, сейчас уже во всю обсуждается то, что 50% пилотов признаются, что они, в общем-то, спят во время полета. То есть, сейчас всерьез в Европе обсуждается тема, что как бы пилоты спят. То есть, вплоть до того, что там оба пилота спят, потому что все равно летит автопилот. То есть, в Европе сейчас всерьез обсуждают тему того, что поднять максимально возможную наработку пилота в часах с 16 до 20 часов на рейсах. Что, как бы, самолет становится более и более простой в обслуживании. Вернее, скажем так, он более сложный, но пилоту нужно меньше делать. Да, то есть, и, соответственно, как бы больше часов он может проводить за управлением этого самолета. Это не так, как 30 лет назад, когда надо было со всей силы тянуть штурвал на себя. И весь полет там... Постоянно, да. Да, постоянно весь полет лететь на руках. То есть, такого сейчас уже совершенно нет. Но, тем не менее, несмотря на всю сложность самолета, все равно половина авиационных происшествий в мире, которые случаются, они связаны с человеческим фактором. То есть, это либо явные ошибки пилотов или техников, которые выполняли обслуживание самолета. Либо, скажем так, что-то было спровоцировано. Плохая погода или у самолета какая-то неисправность. То есть, если бы пилоты правильно все сделали, то самолет теоретически мог бы продолжить полет. Но, так как накладываются неблагоприятные факторы, накладываются на ошибки экипажа, соответственно, это опять же приводит к катастрофе. Ну, вот, если говорить о пилотах, да, вы говорите, первые 10 минут взлета, пилот... Первые 10 секунд. 10 секунд, да, пардон. Взлета, период включен в процесс и последние 10 секунд посадка. То есть, получается, что, как правило, человеческий фактор вот здесь активен, да, когда самолет взлетает или когда он садится? Нет, если что-то происходит, то есть автопилот, он работает в нормальной ситуации. Когда происходит чрезвычайная ситуация, пилот, как бы, берет контроль на себя. То есть, как бы, он здесь берет контроль. То есть, и в воздухе это тоже может произойти. Да, это может происходить в воздухе, но проблема часто в том, что, как бы, пилоты расслабляются, отвыкают, как говорится, летать. И когда что-то происходит серьезное, пилот, особенно малоопытный пилот, он, может быть, не готов. То есть, он растеряться, он не знает, что ему делать. То есть, когда он на руках налетал тысячи часов, он знает, любую ситуацию с этим самолетом знает. А здесь за него все делает компьютер. Он только время от времени что-то делает. И тут раз случаются чрезвычайные ситуации, он не знает, что делать. То есть, и вот для сравнения, как бы, вот, я говорил, в мире 50% происшествий связано с человеческим фактором. А в России, в СНГ, 85% происшествий связано с человеческим фактором. Представляете, 85% происшествий. То есть, и вывод напрашивает сам собой. То есть, у нас не квалифицированные... А не настолько хорошо подготовленные пилоты. То есть, сложилась ситуация такова, что в Россию массовым порядком пришла зарубежная техника, на которую в массовом порядке переучили пилотов, которые не всегда успели вовремя выучить английский язык, которые прошли переобучение, но многие из них не поняли. То есть, пилоты... То есть, в России колоссальный спрос на пилотов. То есть, так как это шло не эволюционно, а лавинообразно, замещение советских самолетов западными, то получилось, что обучили всех, кого нашли. Вплоть до того, что пилота с Ан-2... То есть, я утрирую немножко. Пилот, который вчера летал на Ан-2, его сегодня переучили на А-320. Он прошел там минимальное количество сессий на тренажере, его выпускают в полет. Но все происходит... То есть, есть минимальные требования авиационных властей, например, европейских, которые, в принципе, заточены под то, чтобы пилота с Боинга переучить на пилота с Эрбаса. А когда мы переучиваем пилота с Ан-2, с кукурузника, на пилотирование 320-го, его надо учить в три раза дольше. Авиакомпании часто на этом экономят. То есть, у нас своя наша авиационная академия. То есть, мы непрерывно объясняем авиакомпаниям, что, господа, вот есть там 9 занятий на тренажере, которые обязательны, но вам нужно минимум 12 или там 15 занятий. Потому что, если у вас эти пилоты не летали до этого на сложных западных самолетах, им нужно понять философию, вплоть до того, что пилотов Ту-154, где трехчленный или четырехчленный экипаж, их нужно переучить летать вдвоем. То есть, командир этого самолета, особенно в странах СНГ, это, грубо говоря, председатель колхоза, то есть, который командует другими людьми. А здесь он приходит, ему надо самому лететь, а он отвык лететь, он уже разучился. То есть, ему надо первым делом голову поменять, чтобы он научился летать на этом самолете. То есть, существует там много курсов, которые позволяют это делать. Мне понравилась ваша аналогия с председателем колхоза. Мне кажется, в председателем колхоза уже ничего нельзя научить, переучить его точно нельзя. Ну, тяжело, очень тяжело. То есть, и с этим возникает там ряд проблем, когда нужно переучить пилотов, особенно они в возрасте, там, человек 50-55 лет. Его нужно научить говорить на английском, причем в условиях стресса, когда идет полет, в условиях радиообмен, когда есть какие-то помехи. И плюс, то есть, ему нужно общаться с диспетчером на незнакомом языке. Да, он сразу забывает все, что выучил с трудом. Да, он забывает все, ему нужно пилотировать самолет, а тут он еще летит в грозу, у него там что-то сломалось, отказалось все с ума, в голове каши, ну, и происходит чрезвычайная ситуация. И мы приходим к тому, что 85% катастроф у нас в России связаны с человеческим фактором. Хуже нас, в общем-то, только Африка. То есть, близка к России, вот как бы, если цифру привести, близка к России, пожалуй, Соединенные Штаты, разве что, у них порядка 78%, но у них совершенно другая ситуация. То есть, США, у них самый развитый воздушный транспорт. У них 600 тысяч пилотов в Соединенных Штатах. Из них, наверное, большая часть, это пилоты маленьких частных самолетов. То есть, там свой самолет, ну, не у каждого, но у большого количества людей, у человека в гараже стоит самолет, он его выкатил, взлетел и полетел в соседнюю деревню. Ну, естественно, как бы уровень подготовки таких пилотов, он достаточно слабенький. А статистика, тем не менее, считает все вместе. И если мы возьмем статистику по всей Америке, да, они близки к нам, но если мы возьмем статистику коммерческих пилотов, которые летают, профессионалов, то статистика совершенно другая. А у нас-то статистика профессионалов, потому что у нас частная авиация практически не развита, у нас законы такие, что она не может развиваться. Хорошо, Леш, спасибо огромное. Значит, мы сейчас еще раз прервемся, новости на Финнам.ФМ, потом продолжим беседу. Итак, друзья, продолжаем бизнес-класс на Финнам.ФМ. Тема сегодняшнего эфира «Авиационный бизнес в летний сезон». В гостях у меня Алексей Иванов, директор российского представительства «Авиасолюшенс Групп». Продолжаем мы разговор. Леша очень увлекательно рассказывает. И да, собственно, остановились мы на разговоре о человеческом факторе. Цифра такая удручающая. К сожалению, опять приходится признать, 85% неприятностей в воздухе, связанных, по крайней мере, с самолетами, это человеческий фактор у нас в России. А в развитых странах он гораздо меньше. В сравнении с Америкой, в данном случае, некорректно, потому что Леша сказал, что развит очень частный... По-другому статистика считается. То есть развита частная авиация, которая у нас в России очень слабо развита. То есть хоть мы географически и похожи, у нас этой частной авиации должно быть в разы, наверное, больше, чем в Америке. Но вот так исторически сложилось, и пока еще ситуация не исправилась. Ну, это, наверное, тема даже отдельного разговора. А так вообще складывается ситуация, что... Как бы не очень хорошее качество подготовки пилотов. Недостаток пилотов поэтому берут всех. То есть те пилоты, которые в Советском Союзе их бы с позором выгнали, отобрали пилотское. То есть сейчас их увольняют из одной авиакомпании, они приходят в другую, им там еще и зарплату повышают. Потому что авиакомпании бегают друг за другом и переманивают пилотов. То есть потому что жуткая нехватка пилотов. Ну, в общем-то, наверное, тоже тема там отдельной беседы длинной. Ну и плюс вообще ментальность российская. То есть вот пример тут в голову мне пришел один недавно. То есть давайте возьмем российские дороги. То есть у нас тоже катастрофическая ситуация с ДТП и со смертностью на дорогах. И когда мы начнем говорить... Очень редко, когда слышишь, что ДТП произошло по технической причине. То есть мало кто говорит, что у него отказали тормоза, или у него сломалось рулевое управление. А таких примеров много, достаточно, по крайней мере. Да, то есть ДТП колоссальное количество, но очень редко, когда происходит ДТП из-за технических неисправностей. То есть к чему мы приходим? К ментальности. Что мы превышаем скорость, что мы не пристегиваемся, что мы авось там обгоним, авось проскочим и прочее. И, собственно, кто у нас... А кто у нас сидит за штурвалом? У нас за штурвалом сидят те же люди, которые у нас сидят за рулем и ездят по российским дорогам. То есть мы приходим к тому, что... И в воздухе они так же себя ведут? И в воздухе они себя ведут так же. То есть что происходит? То есть происходит тот же Донецк, когда нужно было облетать грозу, а командир полез в нее, то есть экономил топливо, надеялся проскочить. Вот проскочил, к сожалению. То есть или у нас недоученные пилоты, то есть у нас происходит пермь, когда пилоты подготовлены, но не очень хорошо. То есть у них нет автоматизма в навыках. То есть чрезвычайная ситуация, ночь, заход на второй круг, заход на посадку без приборов на руках, командир теряется и все, и самолет падает и разбивается. То есть и многое-многое другое. То есть опять же как бы наша ментальность, которая приводит к этому. То есть бороться с этим проверками, строгостью закона, давайте возьмем Израиль. То есть все, наверное, наслышаны о том, как пассажиров шерстят в Израиле, то есть по политическим причинам, угрозы терроризма. И, собственно говоря, в области авиационной безопасности у них аналогичные, строгие, очень жесткие правила. К чему это приводит? Израиль на первом месте в мире по безопасности, с точки зрения авиационной безопасности. То есть безопасность везде. То есть в головах, в ментальности у людей, что так бы все нужно соблюдать, правила нужно соблюдать, то есть все должно быть безопасно по бумажке. Соответственно, правила в авиации кровью написаны. Правила появляются, когда вчера кто-то разбился и сегодня на эту тему появляется правила. Если их следовать, все будет хорошо. В Венгрии была тяжелая ситуация с безопасностью полетов. Еврокомиссия их поставила на заметку. Объяснили людям, что нужно сделать. Ситуация исправилась очень быстро. Например, в Индии начали недавно проверять большое количество внеплановых проверок. Ужесточают правила, потому что было много историй о нарушениях в области безопасности полетов. Интересный пример. На Новый год проверили состояние пилотов. 330 или 350 пилотов проверили 1 января. Все трезвые. Все. То есть проверили у нас в России. Все будут трезвые. То есть вот что у нас происходит. Теперь понятен этот человеческий фактор со спецификой российской действительности. Продолжая разговор о безопасности, мы говорили о техническом состоянии самолета, о человеческом факторе и о погодных условиях. Да, погодные условия. Ну, погода как бы. Мы никуда не можем деться от погоды. Естественно, все хотят летать в идеальную погоду, когда видимость миллион на миллион, солнышко светит. Но не всегда так получается. То есть есть грозы, есть снегопады, есть дожди. Ну, если что, то есть самолет протестирован летать в сложных метеоусловиях. То есть пилот должен быть подготовлен, он должен знать инструкции. Если он все делает правильно, то есть если он не лезет в грозу, если у него по инструкции написано, что он должен летать при видимости 400 метров, а он не надеется на авось и при видимости 200 не пытается сесть, как это вот в Казахстане случилось недавно, все нормально. То есть, ну, вероятность 99-99-99, что все будет хорошо. То есть следуйте правилам и все будет хорошо. То есть и, собственно, да. То есть это может привести к задержкам рейсов. То есть можно уйти на второй круг, то есть можно уйти на запасной аэродром. Но, по крайней мере, как бы ничего не случится. Совершенно верно, да. Потому что противоположный, да, или, так сказать, вариант другой, он гораздо более печальный. Кстати, вот о задержках рейсов заговорили. Опять мы возвращаемся к теме. Мы сегодня обсуждаем официальный бизнес в летний сезон. Ну, наверное, логично предположить, что задержек рейсов именно летом гораздо больше, чем зимой. Ну, задержек рейсов, да, летом больше, чем зимой. Опять связано с чем? То есть система работает на максимум своих возможностей. То есть никто не держит избыточные провозные мощности. На всякий случай пусть стоит, да. На всякий случай никто этого не делает. То есть, как бы оно зимой, на всякий случай, то есть есть всегда резервные самолеты. А летом все работают на пределе своих возможностей. Зимой, потому что просто они не востребованы. Ну, зимой нет такого количества пассажиров, да, они не востребованы. То есть вот многие лизинговые компании, тот же Ryanair, то есть он чуть ли там не четверть своих самолетов зимой просто паркует, приземляет, они не используются. То есть они законсервированы до весны. То есть, а самолет очень, да, очень дорогая штука. То есть среднемагистральный самолет А320 стоит там, ну, в зависимости от объема, как их покупать, ну, порядка 40 миллионов долларов стоит один самолет. То есть если мы говорим про большие самолеты, три семерки, это 170-200 миллионов долларов, там, 787 тоже такого порядка, там, под 250 миллионов долларов стоит самолет. Соответственно, ни одна авиакомпания в здравом уме не будет покупать самолет, чтобы поставить его рядом на всякий случай. То есть, опять же, мы, пассажиры, не готовы платить авиакомпании столько денег. То есть авиакомпания, может, и купила бы. То есть если бы к нам пришли и сказали, так, вот ты, пассажир, Иван Иванович, вот ты платишь тысячу долларов за проезд с возможной задержкой, или ты платишь полторы тысячи долларов, ну, как бы рядом стоит резервный самолет, у тебя гарантированно увидят. Если что, ну, вот у президента у нас есть всегда резервный самолет, если что, он его всегда повезет. Ну, как бы обычные, как бы, пассажиры, они не готовы себе позволить такую роскошь, авиакомпании не готовы покупать, потому что пассажиры не готовы платить. Ну, это, соответственно, приводит к тому, что все равно время от времени задержки случаются. То есть случаются технические неисправности, то есть случаются человеческие факторы, пилоты могут заболеть, погодные какие-то накладки случаются. Ну, если погодные погоды, это за пределами контроля, то, соответственно, все остальное поддается контролю. И, как бы, если распределить, какие у нас есть причины задержек, то, как бы, как это не смешно звучит, одна из причин задержек, небольшая, но одна из причин задержек, это сами пассажиры. То есть пассажиры приходят в аэропорт, они не успевают пройти контроль, или пассажиры разбежались по аэропорту, ушли в дьюти-фри, ушли в бары, рестораны, они не в состоянии собраться у выхода на посадку к моменту вылета самолета. А в этом случае самолет будет задержан? Ну, самолет будет, какое-то время он будет их стоять ждать. Я думаю, вам всем знакома ситуация, когда вы в аэропорту и услышите, пассажир Петров, пройдите к выходу 28, посадка закончилась, а пассажир Петров потерялся где-то в дьюти-фри. А возьмите там 747, который летит в Египет или в Таиланд, 500 соотечественников летят отдыхать. То есть у них отпуск уже начался, то есть они уже теплые, они уже веселые, и вот возьмите, соберите их, 400 собралось, а 100 где-то разбрелось, и вот их всех надо собрать. Пока соберешь, полчаса пройдет, а то и час пройдет, а самолет стоит, ждет, вот вам уже задержка на час. А более того, если один из 500 где-то потерялся совсем и не пришел, это же надо пойти и достать его чемодан, то есть самолет не имеет права лететь с чемоданом пассажира, который не на борту. Соответственно, нужно в багажнике там среди 500-700 чемоданов найти один и сгрузить его, а это целый час. То есть вот... И тут наверняка еще проблема, да, задержка, ну, условно говоря, в Шереметьево или в Домодедово на час на полтора, а там же тоже ждут. Соответственно, когда прилетел на полтора часа, у меня нет возможности сесть, потому что там все занято. Во-первых, ты на час задержался, ты пропустил свой слот на вылет, то есть у тебя был слот вылететь там в 17.47, ты его пропустил, а дальше очередь из 20 самолетов, то есть у тебя идет кумулятивный эффект. То есть ты стоишь дальше в очереди, пропускаешь всех, прежде чем ты взлетишь, в результате ты пролетаешь на место, то есть у самолета есть там возможность нагнать несколько минут, особенно если рейс длинный, то есть за счет увеличения скорости, но все равно ты пролетаешь с задержкой, а там же опять пассажиры ждут, и таким образом эта задержка, она будет кататься до тех пор, пока не наступит ночь или не наступит какая-то тяжелая форма технического обслуживания этого самолета, где он может как-то там напрячься и наверстать эту задержку. Ну вот опять как бы пример был пассажира. То есть дальше про аэропорты, то есть очереди в аэропортах, трафик в аэропортах, ну всем знакомы пробки на дорогах, в аэропортах такие же пробки, то есть я думаю все видели, особенно в московских аэропортах, Внуково, Шереметьево, Домодедово, самолеты могут стоять по 20-30 минут, а если возьмем Внуково, то и больше, то есть в очереди на взлет, то есть особенно если взять Внуково, там литерный рейс, закрывается аэропорт на 30 минут или на 40 минут, никто никуда не летит, колоссальная очередь, потом все самолеты стоят в очереди, ожидая вылета. Или хуже того, как бы те, кто пролетают в этот аэропорт, по 30-40 минут болтаются в воздухе, ожидая очереди на посадку. То есть как бы разговаривая с пилотами различных авиакомпаний, то есть они все говорят, что если самолет летит во Внуково, они заливают там на 10-15 больше процентов керосина, как раз из-за этого. То есть вероятность, что сразу не сядешь, да? Да, вероятность, наверное, процентов 50, что сразу не сядешь. То есть самолет выполняет двухчасовой рейс, то есть откуда-нибудь там, или там трехчасовой рейс из Ростова летит во Внуково, и дальше он еще 30 минут кружит на Внуково, ожидая посадку. Потому что там очередь, или потому что он закрыт. Ну вот вам одна из причин задержек. Потому что все, или погода может нести свои все коррективы, то есть расписание строится, что самолеты взлетают каждые 2 минуты при ясной погоде. Наступает дождь, снег, туман, нужно полосу убирать, вот вам задержка. То есть нужно туман, самолеты взлетают, садятся с увеличенными интервалами, опять же задержка. То есть эта задержка расползается по времени. А если мы говорим там про... Ну это, конечно, немножко отходим от темы, от летнего сезона. То есть если мы говорим про весну или осень, обработка антиобледнительной жидкостью самолетов. То есть самолет обработали жидкостью, она действует там 20 минут, или 30 минут. Он простоял в очереди 30 минут, не улетел, ему нужно выруливать из очереди, возвращаться обратно, еще раз обрабатываться жидкостью. И вот вам еще одна задержка. Кстати, какая-то тоже трагическая история была связана с тем, что либо его не обработали, либо, может быть, он простоял и замерзли у него подкрылки, он не смог. А катастрофа случилась год назад, в 2012 году. Самолет АТР-72 в Тюмени разбился, он не был обработан, антиобледнительной жидкостью. Не был обработан, да? Да, то есть, по-моему, результаты до сих пор еще не опубликованы, официальное заключение комиссии. Ну как бы так по слухам, что в авиационном мире гуляет, самолет не облили. Ну и, соответственно, случилось обледенение, и он разбился там, ну достаточно быстро после взлета. Да, да. Все это важно, естественно. Все это важно, так мы со стороны... Мы как пассажиры же все это воспринимаем, правильно? Да, мы это воспринимаем как пассажиры. Мы пришли, нам надо отдыхать, а тут еще с ребенком, не дай бог. Ой, крики, шумы, боже мой. Все кругом виноваты. Кстати, недавно в Ютубе наверняка тоже, да, мы смотрели, уважаемые слушатели, там один из наших медийных личностей устоил разнос, да, авиакомпании. Ну, не факт, что был объективен при этом. Да, потому что есть огромное количество причин. Ну, то самое главное, что нужно понимать пассажирам, то есть стюардессы или пилоты данного конкретного самолета, они не виноваты, что на земле туман. То есть они не виноваты, что внизу идет дождь, и поэтому они задерживают. То есть часто пассажиры не могут себя контролировать, начинают разнос устраивать, угрожать, бразаться с криками, у нас там задерживается, мы на поезд опаздываем. Но пилот не виноват, что в аэропорту гроза, и он не может сесть в этом аэропорту, он висит в воздухе, ожидая, пока гроза кончится, или летит на запасной. То есть задача пилота приземлить, привести пассажиров живыми и здоровыми. Конечно, конечно. То есть, как бы, это лучше, наверное, классическая поговорка, здесь как нельзя уместно, лучше поздно, чем никогда. То есть лучше немножко задержаться, но пролететь живым, здоровым, и ничего не случится, и не третировать пилотов и стюардесс. К сожалению, не все это понимают. Ну, не все это понимают, особенно, как я говорил, там отпуск летят разъяренные, или наоборот, там очень уже возбужденные пассажиры. Это недавно обсуждаемый, да, вот этот, по-моему, уголовное дело даже против него возбудили, в конечном итоге, да, дяденька ходил там, перегретый, угрожал всем. Такими тоже, да, встречаются проблемы. Ну, встречаются такие, создают проблемы другим пассажирам, и вплоть до того, что всерьез обсуждался тут недавно вопрос о том, чтобы запретить, в принципе, в дьюти-фри, в аэропортах продавать горячительные напитки, чтобы люди летали, как бы, в здравом уме и соображали, что они творят. Я думаю, такие люди, они и без горячительных напитков не очень адекватные. Сейчас еще раз новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, последняя часть нашего эфира. Я напомню, мы сегодня обсуждаем официальный бизнес в летний сезон, и в гостях у меня Алексей Иванов, директор российского представительства Авиасолюшенс Групп. Леш, ну, там еще есть вопросов много, давайте все-таки чуть позже к ним перейдем. У меня сложилась такая картинка, действительно, да, по объективным причинам очень часто самолет задерживается, да, либо задерживается взлет, либо, так сказать, нет возможности, нет возможности вовремя приземлиться. Но, тем не менее, как известно, пассажир всегда прав, да, клиент всегда прав. И, я так понимаю, многие сразу идут за возмещением убытков, да. Вот такие компенсации, какие для пассажиров, предусмотрены в этих случаях. Или, опять, строго регламентировано. Вот если задержка произошла по этой причине, то, ребята, извините, мы все попали. А если по этой, тогда авиакомпания что-то там еще может... Ну, это прописано законодательно, то есть клиент всегда прав. То есть есть в России это воздушный кодекс, закон о правах потребителей, в Европе это свои законы. То есть, естественно, авиакомпании, в первую очередь, как бы, особенно достойные, надежные компании заботятся о своей репутации и много что делают сами. То есть, поверьте, предпринимают титанические усилия, чтобы задержку вообще не допустить или устранить ее в максимально сжатые сроки. Но если все-таки этого не произошло, то, собственно, права пассажиров, они тоже закреплены законами. То есть, если мы говорим про Россию, то в России есть четкий рекламент. Если рейс задержан на 2 часа, пассажиру нужно предоставить напитки, воду. Если на 4 часа и более горячее питание, если 6 часов и больше, то гостиницу и, соответственно, трансфер в гостиницу и обратно. То есть достойная авиакомпания, понимая, если как бы рейс задерживается надолго, сразу вопрос решают, пассажиры везут туда. То есть есть как бы некоторые авиакомпании, которые начинают хитрить из серии, что рейс задерживается на 10 часов, но его каждый раз задерживают на 2. То есть 3-4 раза его на 2 часа задержали, соответственно, пассажир так и сидит, никуда не поехал. Он 3 раза попил водички. Да, 3 раза попил водички, а потом ему говорят, ну, через 2 часа мы полетим. То есть уже нет смысла в гостиницу ехать. То есть там через 8 часов мы полетим. То есть как бы иногда делается так. Ну, надо признать, вот такая она недобросовестная, конечно, наверное, компания, но она сэкономила денег-то. Ну, она сэкономила денег, но, соответственно, потеряла репутацию. В следующий раз пассажир ей не полетит. Она потеряла репутацию, поэтому что дороже? Деньги сейчас или репутация в будущем, и можно как бы потерять доходы. То есть пассажиру что бы посоветовать, это брать справку в аэропорту прилета, что рейс задержан на столько-то часов, и потом, в общем-то, обращаться в суд. То есть, опять же, сохранять чеки за еду, продукты, за напитки, и потом предъявить их в суде, потому что авиакомпания, если она не предоставила, она обязана компенсировать расходы. Плюс по воздушному кодексу пассажиру полагается компенсация 25 рублей за каждый час задержки. То есть, соответственно... Но это не густо. Ну, не густо, как бы, такие у нас, к сожалению, законы. То есть, максимум, что есть. В Европе в этом плане лучше. То есть, в Европе с 2004 года действует директива, что пассажирам в случае задержки рейса полагается компенсация от 250 до 600 евро. То есть, там идет распределение в зависимости от дальности маршрута. На коротких маршрутах 250, на длинных, на протяженных маршрутах 600 евро. И, в принципе, опять же, все четко регламентировано. Там задержка 2 часа предоставления напитков, задержка 3 часа... Вернее, от 2 до 4 часов задержка. То есть, там идет распределение в зависимости от дальности полета предоставления напитков и питания. Если больше 4 часов предоставления гостиницы, если больше 5 часов задержка, пассажир имеет право вернуть деньги, авиакомпания обязана ему их вернуть, если задержка больше 5 часов. То есть, деньги за билет авиакомпания обязана вернуть. Но все это работает, если это не форс-мажор. То есть, как бы в законе... Вот, вот. В законе есть четкая оговорка. Если это метеоусловие... Ну, опять, это работает... Возврат денег работает, если это не форс-мажор. То есть, если это погода плохая, забастовки или какие-то другие революции, форс-мажорные обстоятельства, авиакомпания все равно обязана пассажира напоить, накормить, отвезти в гостиницу, но деньги за билетом ему возвращать не обязано. То есть, соответственно, в случае, там, продолжительной задержки по причине тумана пассажира отвезут в гостиницу, но он не имеет права получить, вернуть назад свои деньги. Хорошо. А если это не форс-мажор, тогда что это? В принципе, я так подумал, что любая причина может под форс-мажор попасть. Ну, техническая неисправность. Неисправность. То есть, если сломался самолет, и если это четкая вина авиакомпании, ну, опять же, если пассажир потом идет в суд. Конечно. А как он узнает, да? Да, авиакомпании, как бы, тоже славятся большим количеством уловок, как убежать от пассажира. Ну, например, в Германии, после того, как эту директиву приняли, даже целый бизнес сложился. Есть ряд юридических компаний, которые на этом зарабатывают. То есть, пассажир туда обращается, то есть, называет дату и номер рейса, ему бесплатно консультируют, взять с авиакомпании или нет. Если шансы есть, за 30-50% от стоимости компенсации эта юридическая компания ведет всю работу. Пассажир только приходит на суд и подтверждает, что да, это я. То есть, они выполняют всю работу, они отсуживают деньги у авиакомпании, берут свою комиссию, остальное получают пассажир. То есть, бизнес развивается, то есть, в общем-то, есть область деятельности. Ну, а авиакомпания, она, в свою очередь, защищается, как только может и доказывает. Как может, конечно, конечно. То есть, ну, если это объективно, что это был самолет неисправен, и его не починили по вине сотрудников авиакомпании, ну, все, придется платить компенсацию. Она никуда не денется. А если это туман или гроза, ну, что здесь делать? То есть, пассажиров надо накормить. Если не накормили, штраф. Но не более того. Так, Леш, значит, давайте пару вопросиков сейчас я прочту. Ответим на них. Значит, пишет нас, слушатель Джеймс, работаю в туроператоре на горнолыжку. Мой сезон — это зима. Но, судя по диалогу, по-нашему с вами, зима от лета не сильно отличается. Только зимой из-за погоды больше проблем. Вот по-вашему, спрашивает слушатель мнение, Леша, сложнее зима или лето для компании? Ну, лето... Я бы сказал, наверное, лето сложнее, потому что летом эксплуатация самолетов намного более интенсивна, и даже небольшие задержки, они могут привести к серьезным последствиям, потому что накапливаются, как снежный ком. То есть, если зимой рейсов меньше, и есть некий демпфер, как эти задержки устранить. Летом это сделать труднее. Ну, а в плане погоды, зимой — это снег, летом — это дождь. То есть, собственно... То есть, нельзя сказать даже, что зимой — это погодные условия? Ну, зимой, наверное, чуть хуже погодные условия, потому что летом дождь прошел, и как бы вода сразу утекла. А зимой надо снег все-таки убирать. То есть, это тяжелее. То есть, если мороз, да? Да, если мороз, может быть, наледь. То есть, поэтому зимой чуть более сложные погодные условия. Но летом тоже бывают дожди, летом бывают туманы. То есть, поэтому сказать, что зима сильно сложнее, лето по погоде, ну, нельзя так сказать. То есть, так можно говорить, пожалуй, про такие просеверные регионы или горные регионы, где очень низкие температуры. То есть, там как бы уже большая отпечатка на себя накладывают сильно отрицательные температуры. Особенно в России. Минус 30, минус 40, минус 50. То есть, здесь, конечно, зима намного сложнее. А там, кстати, самолет, он какой-то специальный, зная, что вот он будет летать именно при таких температурах. Или любой самолет рассчитан? Ну, в принципе, у любого самолета есть свой минимум. То есть, самолет обычно рассчитан, там, где-то до 35, до 45 градусов ниже нуля. Самолет допущен к эксплуатации. То есть, есть некие там технические процедуры, которые необходимо делать, чтобы эксплуатировать этот самолет. Ну, а так он допущен. Ну, а дальше уже как бы разные типы. То есть, советские самолеты там спокойно летали и при минус 55, но, к сожалению, западные самолеты, Airbus и Boeing, они более чувствительны. И обычно потолок 40-45 градусов. То есть, ниже уже нельзя. То есть, советские самолеты летали, потому что их изначально проектировали под низкие температуры. Все советское, да, было, как минимум, надежным. Ну, оно было надежным. Не очень комфортным. Оно было некомфортным, тяжелым, да надежным. То есть, есть интересный момент. В Советском Союзе строили тяжелые самолеты, но плохие полосы, чтобы они могли на эти плохие полосы садиться. А американцы решили, что они не будут возить лишние тонны железа. Они лучше сделают хорошие полосы, а самолет будет легкий и нежный, и будет есть меньше керосина. Здорово. Здорово. Вот, да. Два взгляда на одну проблему. Две точки зрения. Еще один вопрос. Ваши мысли, Алексей, для вас. Ваши мысли о том, как бы сделать перелет более дешевым. Ну, в принципе, такие мысли, наверное, актуальны, да, для любой, для любого бизнеса. И сейчас, пишет дальше Иван, и сейчас уже, например, на поезде из Москвы-Симферополь купе стоит 5500, а самолет стоит 4900. Как бы еще удешевить перелет? Можно ли сократить расход топлива, или есть какие-то технологии? Ну, в принципе, это нормально, когда сопоставимая цена, вот, на самолет и на комфортное... Ну, во-первых, очень часто все решает конкуренция. То есть на линии Москва-Черноморское побережье такое количество рейсов, и работают все, кто только может. Соответственно, конкуренция ужасающая, так же, как, например, на линии Москва-Питер. То есть цена минимально возможная. Возможно, даже она чуть ниже себестоимости, потому что авиакомпании зарабатывают деньги в других местах. Ну, а конкурирующего поезда у нас нет, поэтому, как бы, цена там каждый год только растет, и сейчас уже, действительно, проезд в купе стал дороже, чем перелет на самолете, если заблаговременно покупать билеты. Ну, а снижение расходов, ну, как один из примеров лоукост авиакомпании. У нас, к сожалению, в России сейчас нет ни одной лоукост авиакомпании, все проекты погибли, умерли, но сейчас идут разговоры о создании новых. Я надеюсь, если они появятся, то, в общем-то... У меня был, кстати, коллега ваш, вот, лоукостер как раз, но он представитель, конечно, европейской компании, насколько я помню сейчас, а наши, действительно, проекты не выжили. Кстати, почему? Может быть, опять есть ментальность некая, или просто... Тут и ментальность, и российские реальности, что у нас запчасти дорогие, нормативные акты у нас, как бы, не очень способствуют появлению лоукост авиакомпаний. Аэропортов у нас нет конкурирующих, то есть, ну, в его... То есть, все лоукост авиакомпании, они работают там, где есть избыток инфраструктуры аэропортов. Конкурирующие между собой аэропорты, конкурирующие провайдеры, дешевое топливо. Ну, либо лоукостер, да, имеет возможность еще, если у него есть инвестор надежный, да, эту конкуренцию создать на новом месте, традиционно как? Приходит губернатор и говорит, давай я тебе поставлю вот здесь, сделаю, да, аэропортик, ну, и тут еще будут сопутствующие товары, что называется, продаваться. Он на это идет, и тогда все получается. Ну, в мире два успешных лоукостера, Ryanair и EasyJet. То есть, есть еще куча других лоукостеров, но они деньги не зарабатывают. А, собственно, мы в свое время с вами беседовали, это типа Ryanair и EasyJet. Они зарабатывают на другом. Они купили очень дешевые самолеты, и за счет этого, как бы, способны продавать билеты дешево, практически на уровне себестоимости керосина и технического обслуживания самолетов. То есть, они экономят, там, 10-20% стоимости на том, что они купили 100 самолетов оптом дешево, а продают их через 10 лет в розницу, еще и деньги на этом зарабатывают. И таким образом они снижают цены на билеты. То есть, если в двух словах, как бы, это описать. Бизнес-модель. То есть, вот они успешны, а все остальные, собственно, они деньги теряют. Поэтому, может быть, да, и у нас в России-то и махнули на это рукой. Ну, у нас никто не смог реализовать эту модель. То есть, были попытки, но пока ни у кого это не получилось. Так, ну, и осталось совсем немножко времени, Леш. Ну, два слова буквально, да, о перспективах, о каких-то перспективах развития нашего авиационного бизнеса. Ну, понятно, что дело не в летнем сезоне, а, в принципе, как вы смотрите вперед. Ну, все очень позитивно. То есть, уже многие, за исключением, там, короткого периода в кризис 2008-го года, у нас авиация растет, растет темпами. То есть, из кризиса вышли уже однозначно. Из кризиса вышли, то есть, растем 10-15% в год. Авиация на подъеме, она продолжает расти. И, в общем-то, она сдерживается отсутствием самолетов. То есть, если бы было достаточное количество самолетов, она бы росла еще быстрее. Кстати, вот опять мы перекликаемся с началом, да, вспоминаем опять то, что сейчас происходит во Франции. И дай бог, чтобы наши там были на высоте, как всегда. Спасибо, Акзомный Алексей. Уважаемые слушатели, мы будем закругляться. Я представляю, сегодня в гостях бизнес-класса был Алексей Иванов, директор российского представительства Авиасолюшенс Групп. Мы обсуждали тему авиационного бизнеса. Ну, говорили преимущественно о летнем сезоне. И, в принципе, это, наверное, логично, потому что грядет этот самый летний сезон. К чему нужно быть готовым, это все озвучил сегодня мой гость. Так что, уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Будьте внимательны, да, не все по вине авиаперевозчика в конце концов происходит. Есть еще и форс-мажор. Алексей, спасибо. До свидания.